Провела Совет по делам инвалидов заместитель главы города Ирина Романец. Она вручила только что пришедшие памятные олимпийские медали и грамоты за подписью президента страны, председателю сочинской местной организации Всероссийского общества слепых Гейнета Вакелян и Дэвид Эмиришвили, председателю общественной организации инвалидов-колясочников Сочи «Возрождение». Обоим за вклад в подготовку в проведении олимпийских и паралимпийских игр. После вернулись к насущным темам. Совет по делам инвалидов рассматривал сегодня несколько проблемных вопросов. О доступности общественного транспорта для инвалидов по зрению, о восстановлении и замене тактильных плит на тротуарах, о консультативной помощи родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Для того, чтобы обеспечить статус самого лучшего города в стране по доступности, нам еще много и очень много надо работать. Почему и предметом рассмотрения этих вопросов являются специализированные совещания и такие вот площадки, как именно совет при главе города по делам инвалидов. Мы сегодня в очередной раз выносим самые важные вопросы по организации доступности как раз в нашем городе, потому что это надо поддерживать. Но одно дело создать инфраструктуру, другое – каждодневно вникать в жизнь инвалидного сообщества. Антонина Николаевна Наумова всецело погрузилась не так давно в новую для себя работу. В нашей организации состоит более двух тысяч человек. Люди в основном пожилого возраста, инвалиды, но хочется привлечь внимание и более молодых инвалидов, потому что мы обладаем достаточно большой информацией, кому-то можно помочь найти свое место в жизни, направить на учебу, есть у нас такие специализированные учреждения. Таких людей с душой в нашем городе много. Вот, например, благодарственное письмо также сегодня было вручено дорожному рабочему предприятию «Опардор» Черноморья, которое обслуживает подъемники в подземных и наземных переходах. Андрей Ярославцев всех колясочеков района знает в лицо. Они же с благодарностью пишут о нем во всех социальных сетях. Нужно включить подъемник, звонят прямо ему, неравнодушному человеку. Это обычные люди. Обычные люди. В коляску любой может сесть. Такие же люди, как и все. Совет по делам инвалидов проводится раз в квартал, а вот рабочая группа по доступности раз в неделю. И как раз от тех вопросов, которые обсуждаются на этих собраниях, во многом зависит решение вопросов по созданию в Сочи безбарьерной среды. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.